Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Совет депутатов избрал нового главу муниципалитета. Спасибо еще раз за доверие. Я уверен, что не разочарую ни вас и ни в первую очередь всех жителей Ленинского городского округа. Состоялась встреча с дольщиками ЖК Булатникова. Ваш застройщик недобросовестно свои обязательства перед вами не исполнил. В ЗАГСе прошло чествование юбиляров семейной жизни. Не перестаешь удивляться, какой великий труд вы совершили в отношении друг друга. В Видном прошло 28-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа в режиме ВКС. На повестке дня был всего лишь один вопрос. Народным избранникам предстояло выбрать из кандидатов, прошедших конкурсный отбор, главу муниципалитета. Напомним, что 23 марта этого года Совет депутатов утвердил положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа. В этот же день был объявлен конкурс, на который свою кандидатуру с 26 марта по 8 апреля мог предложить любой гражданин. В ходе работы конкурсной комиссии было проведено два заседания. Решением конкурсной комиссии номер 6 от 19.04.2021 года кандидатами, прошедшими конкурсный отбор на должность главы Ленинского городского округа Московской области, определены Абаренов Дмитрий Александрович, Анисимов Валерий Георгиевич, Мусинов Сергей Александрович. После обсуждения повестки народным избранникам предстояло проголосовать лишь за одного кандидата из трех. В результате большинством голосов на должность главы Ленинского городского округа сроком на 5 лет был избран Дмитрий Абаренов. Мы уже за это время, пока я исполнял полномочия, провели достаточно большое количество встреч. Кроме того, по основным проблематикам, это и по социальной инфраструктуре, и по дорогам, мы провели огромное количество встреч за эти три недели в правительстве Московской области. Спасибо еще раз за доверие. Я уверен, что не разочарую ни вас, и ни в первую очередь всех жителей Ленинского городского округа. Согласно решению Совета депутатов, Дмитрий Абаренов должен приступить к исполнению обязанностей главы муниципалитета не позднее 23 апреля. В катастрофическом положении оказались жильцы ряда домов в деревне Слобода. Уже несколько дней им приходится жить без воды. Дома подключены к водопроводным сетям, которые принадлежат ЗАО «Совхоз имени Ленина». Люди считают, что отключение водоснабжения произошло по личному указанию Павла Грудинина. На месте нестихийного бедствия побывала наша съемочная группа. Вот. Это горячая, это холодная. Никакой. Вот сейчас посуду. Это надо сейчас две бутылки. 50-ти, вот сколько они, 10-литровые. Леонора Стихеева ни посуду помыть, ни постирать не может уже несколько дней. Она, как и десятки других жителей деревни Слобода, стали очередными заложниками действий команды Павла Грудинина. Сначала не было воды дней шесть назад. Текла тонкая струйка, холодная. Колонки наши не включались. Мы ждали, думали, что-то какая-то ситуация неприятная, порывы, аварии. Ждали день, ждали два, ждали три. И в итоге нам ее выключили совсем, эту воду. Что же произошло? На трубах водоснабжения обнаружились протечки, но вместо того, чтобы их чинить, сотрудники ЗАО «Совхоз имени Ленина» просто отключили воду. По факту получилось, что мы для него никто. Да и сидите вы без воды, чтобы там все боли, кромые, косые, не помыться, ничего. Эти дома построены совхозом в середине 80-х для молодых специалистов. Коммуникации принадлежат ЗАО, но чинить их никто не спешил. На помощь жителям пришли депутаты. Нам пришлось обратиться в муниципалитет, что у нас катастрофа. Как бы муниципалитет подорвался, вот чинит нам. Павел Николаевич, я так понимаю, просто хочет ничего не делать и продавать воду. И бизнес оказался неплохим. Деньги с жителей собирались исправно, а как дело дошло до ремонта, то решили не мудрствовать лукаво, а просто воду отключить. Некоторые местные жители связывают пренебрежительное отношение Павла Грудинина к тем, кто проживает на этой улице вот с этим домом. Здесь живет его бывшая жена. Как сказал бы один известный телеведущий, совпадение? Не думаю. Когда к ситуации подключились депутаты округа, было найдено решение, и сейчас идет ремонт труб силами Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства. Мы встречаемся с явным желанием портить жизнь местному населению. То перекроют дорогу, например, как это произошло в развилке буквально недавно, то вот попытаются сорвать людям праздник, когда трактора на Масленицу продолжают разбрасывать снег, то выключат свет для того, чтобы администрация не могла вести свою работу на территории сельского поселения совхоза имени Ленина. Ну и сейчас мы столкнулись с новой проблемой. Совхоз имени Ленина, который построил 10 домов в деревне Слобода, который всегда обслуживал и канализацию, и водоснабжение, отказался все это обслуживать. Фактически работы Видновское ПТО ГХ ведет на чужом участке, и опытные депутаты знают, что от Павла Грудинина можно ждать и других сюрпризов. Сейчас, скорее всего, кто-то напишет заявление в полицию. Зачем? Потому что они работают на территории, на которой принадлежит ЗАО. И депутаты, и местные жители надеются, что этот участок ЗАО совхоз имени Ленина все же передаст в управление Видновской ПТО ГХ. Они 30 лет все эти стоят, конечно, их надо менять давно уже. Я думаю, что это случится и произойдет, что будет передано в ПТО ГРОДСКОГО хозяйство, и будет обслуживаться нашим ПТО ГРОДСКО хозяйством. Но, как выясняется, сама структура Павла Грудинина расстаться с бизнесом, где можно деньги собирать, но ничего для жителей не делать, не спешит. Абоненты, вышеуказанные 12 домов, у нас нет ни договорных отношений, то есть поставку мы не осуществляем, но населению помогаем. На данный момент к нам, именно как в МУП Видновской ПТО ГХ, по поводу этих сетей, предложений не поступало. Когда сюжет готовился к выпуску, пришла хорошая новость. Депутаты поработали не зря, а водоснабжение в деревне Слобода полностью восстановлено. Но если, не дай бог, такая ситуация повторится, что делать людям? Вопрос остается открытым. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. История строительства жилого комплекса Булатникова продолжается уже 6 лет, но по всем признакам близится к финалу. В администрации муниципалитета прошла встреча представителей Министерства жилищной политики Московской области и главы округа с дольщиками многострадального ЖК. Главный и, кажется, вечный вопрос каждого собрания, когда дело сдвинется с мертвой точки, решен. На встрече с дольщиками ЖК Булатникова глава муниципалитета Дмитрий Абаренов объявил, что инвестор будет готов начать строительные работы в 7 домах уже этим летом. В июне выходит он в град на площадку и достраивает 7 домов. Оставшиеся 3 достраивает другая компания, крупный застройщик Московской области. Я позже назову после того, как будут подписаны документы. При покупке квартир дольщики рассчитывали получить жилье с отделкой, но на сегодняшний день сделать это невозможно. Поэтому они разделились на два лагеря. Одни седуют по поводу ремонта, а другие готовы делать его самостоятельно. Ваш застройщик недобросовестный, свои обязательства перед вами не исполнил. И вот на примере хотя бы даже других объектов у нас тоже стоит такая дилемия. Но здесь вопрос стоит в другом. Либо этот объект будет достраиваться в понятные сроки понятным и уважаемым девелоперам. Либо мы сейчас уходим опять в историю с пересмотром всего этого проекта. Треть домов жилищного комплекса уже введена в эксплуатацию. В скором времени дольщики начнут получать ключи от долгожданных квартир. Марина Клочкова решила приобрести себе жилье в Булатниково еще в 2013 году. Сегодня, как и другие дольщики, любому продвижению в истории она рада. Я вообще хочу очень эти квартиры получить. У меня там две квартиры куплены. Одна в первой очереди, другая вообще еще неизвестна, там в последней очереди. Поэтому, соответственно, моя задача – получить сейчас квартиру. И я надеюсь, что управа нам поможет, не оставит нас, так сказать, в беде. Семь домов, которые под свое крыло взял Инград, планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. По последним трём корпусам жилищного комплекса вопрос почти решен. Переговоры с инвестором находятся на завершающей стадии. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. На чествование юбиляров семейной жизни пригласили 8 пар женихов и невест, которые оформили свои отношения более 50 лет назад. Мужья и жены с большим стажем по традиции поставили свои подписи в юбилейной памятной книге Ленинского городского округа. Рассказывает наш корреспондент Галина Житкова. Главная музыка свадьбы, марш Мендельсона и широко распахнутые двери зала торжественных регистраций. Красивая картинка из далекого прошлого или светлого настоящего. Для юбиляров семейной жизни такой вопрос никогда не стоял. Своих вторых половинок они любят так же, как и 50 лет назад. И готовы снова сказать «да». В работе все время и успехов детей, и сами доучивались, высшее образование потом получали, трудились, должности занимали, крутились, вертелись, минуты не было живой. И вот-вот пришли, думаю, у батюшки уже, оказывается, и 50 прожили вместе. Все юбиляры, благодаря теплому приему в Ленинском управлении ЗАГС, снова смогли почувствовать себя молодоженами. Бриллиантовые и золотые семейные пары получили памятные подарки и поздравительные адреса, а также поставили подписи в юбилейной памятной книге. Не перестаешь удивляться, какой великий труд вы совершили в отношении друг друга. Ведь любовь, прежде всего, это большая работа. Семья Колпаковых из поселка Развилка в январе отметила 60 лет со дня свадьбы. Владимир Петрович и Галина Сергеевна до сих пор трепетно относятся друг к другу и точно знают, что встретили свою родную половинку. Подарков не дарили. Да ладно. Подожди, цветов не дарили. Не плача не было, ничего. Да, свадьбу справили очень-очень скромно в доме у нас, в квартире. Да, красиво указывал. Понятие цветов, что такое цветов. Один раз только признался в любви. Теплый весенний праздник, любви и счастья, юбиляры запомнят надолго. Для них золотая или бриллиантовая свадьба – это когда первая и единственная. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В центре культуры поселка совхоза имени Ленина состоялся концерт музыканта Рустама Каблахова. Молодой человек инвалид по зрению, но с детства играет на баяне, гастролирует по всей стране, а на днях свое творчество подарил участникам губернаторской программы для пожилых людей «Активное долголетие». Подробнее в сюжете Юлия Погасьян. Рустам Каблахов – инвалид по зрению с рождения. Но это не мешает молодому человеку делать успехи в музыке. С ранних лет он занимается любимым делом – игрой на баяне. Сегодня он студент Российской академии музыки имени Гнесиных. В поселок совхоза имени Ленина Рустам приехал по приглашению директора местного центра культуры. Когда мы слышим высокое исполнительское мастерство со стороны особенных людей, всегда такая дрожь пробирает. Вот если этот человек, имеющий физические ограничения, может это сделать, почему я не могу? Какая работоспособность высокого у этого человека? Какой потенциал творческий раскрывается? Станется стыдно за себя и появляется дополнительный мотив к тому, чтобы больше работать, творить и делать добро. К каждому выступлению Рустам Каблахов подходит ответственно. Анализирует публику, перед которой будет играть, подбирает соответствующий репертуар. В этот день для своих гостей, а это в основном участники губернаторской программы «Активное долголетие», молодой музыкант исполнил ряд классических произведений и вариаций на тему советских песен. Концерты – это очень важная и маловажная часть для музыканта. Потому что ты постоянно держишь себя в форме, масса впечатлений, получил удовольствие. Конечно, играл, волновался, но поддержка была. Поддержку Рустаму оказывает и его мама Стелла, которая всегда рядом. Вместе гастролируют буквально по всей стране. Но такой формат творческого вечера у Рустама впервые. После выступления зрители еще долго не отпускали молодого музыканта. Общались, обменивались опытом. Вот эта встреча настолько доброжелательная. Она у нас, вот такая встреча была первая за четыре года в Москве. Столько общения, столько помощи предлагают ваши педагоги. Спасибо вам огромное за это. Выступление не омрачил и тот факт, что в здании отсутствовало электричество. Полноценно оборудованной сценой Рустама Каблахова лишили подручные депутата Павла Грудинина, которые обрубили силовой кабель, питающий ДК. Когда человеку нравится, это не акцентирует внимание, и вот что-то мешает ему. Я, например, была вся в музыке, и мне это совсем не мешало. Спасибо большое. Начало положено. Директор Центра культуры уверен, Рустам Каблахов еще не раз посетит поселок совхоза имени Ленина и надеется, следующее его выступление состоится на большой сцене. И этому никто и ничто не сможет помешать. Юлия Погосян, Максим Козлов, Екатерина Давлятова. Видно этого. На сегодня это все. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин